Тотальные протезы используются из титанового сплава, поскольку они легкий и нержавеющий материал. В травматологии и ортопедии титановый сплав используют при сращивании переломов локтя, бедра или колена. Главное преимущество сплава в том, что человеческий организм легко адаптируется к нему и не получает негативного воздействия. Поэтому большая часть пациентов отдают предпочтение деталям, сделанным из титанового сплава. При переломах ключицы такой исообразной формы – это чистый титан. Она очень легкая, прочная металл, она не нагревается и не магниточит. Даже при аэропортах она не звенит. Также в виде сплавов пользуются, в виде сплавов при эндопротезах тазобедренных суставов. Здесь состав титан, молебден, хром, потому что очень прочный металл. Температура сплавления – 1668 градусов. Температура кипения – 3228 градусов кипит. Из титанового сплава также изготавливаются корпуса самолетов, ракет, машин. Таким образом, в век технологий титана-магнетит – очень востребованный материал. Он входит в категорию категорических недр. Его запасы имеются в Австралии, Северной Америке и Евразии, в том числе и в Кыргызстане. Это месторождение Кызыл-Омпул. Если мы начнём его разрабатывать, то многие страны будут нашими заказчиками, что положительно повлияет на экономику страны. На площади месторождения Кызыл-Омпул имеется 9 участков. Только с одного из них мы можем получать около 2 миллиардов долларов дохода. Остальные участки ещё не рассчитали. Как вы понимаете, данное месторождение принесёт стране большую прибыль. Помимо титана-магнетита, на участке Кызыл-Омпул есть и другие виды редкоземельных металлов. Из них можно произвести различные виды топлива, использовать сырьё для изготовления кирпичей, керамики и красок и многого другого. По словам экспертов, на месторождении Кызыл-Омпул имеется 14 миллионов 757 тысяч тонн руды. Из них 95% – это титаномагнетит, 3% – фосфор, 2% – цирконий, 0,22% – это торий. И только 0,17% выпадает на долю урана. Как видно на графике, уран в Кыргызстане присутствует в малом объёме. То есть, Кызыл-Омпул можно назвать месторождением титаномагнетита, а не урана. Что касается его возможного негативного воздействия, по словам специалистов, урановая радиация увеличивается только в том случае, если его обогащают, добавляя дополнительные химические вещества. В Кыргызстане данный процесс не осуществляется. В стране для этого даже нет завода. На месторождении проведут раскопки. Добытую руду разделят на тяжёлые компоненты. После землю рекультивируют. Этот процесс не повлияет на экологию. Поэтому Кызыл-Омпул надо обязательно осваивать. Никакого влияния для местных жителей Ташблака не будет. Наоборот, будет даже излечение вредных компонентов, которые находятся в этом месторождении. Наоборот, для местной флоры, фауны, наоборот, будет хорошо, потому что вот эти вредные компоненты, которые там находятся на поверхности, они будут туда увезены. Там останется просто инертный песок, который можно будет, ну, как сейчас он используется для пастбища и прочего, так он будет дальше использоваться. Не стоит пугаться, когда речь заходит об уране. Наш уран представляет собой сырьё и не является опасным в таком состоянии, отметил Сады Джапара во время интервью агентству Кабар. После вывоза руд оттуда земля немедленно подвергнется рекультивации. Хвостохранилищ, аналогичных Каджесай и Минкуш, там не будет, потому что руда там не будет перерабатываться, останется чистое место. После этого эти земли можно будет использовать для сельскохозяйственной деятельности. Там можно будет сажать ячмень, пшеницу, абрикосы, яблоки и другие фрукты и овощи. Воду из источника можно будет использовать в качестве питьевой воды, потому что весь уран и другие элементы будут вывезены и место будет очищено. Ничего, кроме песка и гравия, не останется. Поэтому не нужно кому-то делать просто так популистские выкрики, будто является опытным специалистом по урану. Отметим, что наполнение урана химическими элементами проводится только в таких крупных странах, как Россия, Китай, США, Франция. В том числе его производят три страны, с которыми у Кыргызстана имеются государственные границы. Например, по данным Всемирной ядерной ассоциации WNA, в 2021 году Казахстан произвел 21 819 тонн урана, Узбекистан – 3520 тонн, Китай – 1600 тонн, в 2022 году Казахстан произвел 21 227 тонн урана, Узбекистан – 3300 тонн, Китай – 1700 тонн. По словам экспертов, мы восхищаемся уровнем развития многих стран, но при этом не учитываем, что они осваивают свои месторождения, а полученную прибыль направляют на улучшение качества жизни своих граждан и экономики страны в целом. В Казахстане и Узбекистане сегодня Казахстан занимает первое место по объему добычи урана. Узбекистан тоже уже начал реанимировать те предприятия, которые в какой-то степени уран перестали поставлять на рынок. Ну, сейчас у них Учкодукское месторождение, Новоийский горно-ружный комплекс, он выполняет несколько предприятий, которые занимаются добычей урана. На месторождении можно добыть до 20 миллионов тонн титаномагнетита и до 20 тысяч тонн урана. И, как отметил президент в своем интервью, можно сказать, что в стране открылся второй кумтор. В прошлом году чистая прибыль кумтора составила более 300 миллионов долларов, и предприятие заплатило около 30 миллиардов сомов налогов. Если это месторождение заработает, оно также принесет пользу народу и государству. Кулу Эльтер, Бишкек.